Я чувствую, что от Цветового Духа есть у нас особое послание во время Суккота. Я хочу говорить из Нагорной проповеди Машеха Иешуа. И сегодня я, скорее всего, только начну, и с Божьей помощью на следующей неделе мы закончим. Кому нужны Библии, поднимите руки, мы вам принесем сейчас. Пожалуйста, дайте людям, которые руки подняли. Давайте откроем от Матфея, пятую главу. И Джошуа также сегодня использовал это место Писания. Наверное, Дух Святой говорит и хочет показать нам какую-то важную центральную тему. Отец, я молюсь, чтобы ты открыл наши сердца сейчас. И дай нам принять и вкусить Твое послание. Но до этого я расскажу вам шутку. И я надеюсь, что вы не будете, как в этой шутке. Я уже рассказывал эту шутку. И мои друзья с Украины недавно напомнили мне, так я просто обязан повторить ее. Пастор и мэр города пошли на охоту. И там было какое-то животное. И они вдвоем стрельнули одновременно. И животное упало. Они подходят и смотрят. И мэр города говорит, это ты попал в это животное. А он говорит, почему это именно я? Он говорит, потому что пуля в одно ухо залетела и из другого вылетела. Почему пастор преуспел? Почему пастор преуспел? Не поняли, да? Обычно, когда пастор говорит, в одно ухо влетает и из другого вылетает. Но я очень-очень ожидаю, что сегодня так с вами не будет. Потому что уже сегодня мы несколько раз услышали это послание из Матфея пятой главы. Итак, мы начинаем. Увидев народ, он взошел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отвергши устав свои, учил их, говоря. Понятно, мы понимаем, что это были не только ученики его. Но ученики, скорее всего, приблизились к нему. Но там еще было множество людей. И, согласно традиции, возле Твери, есть особое место, где Ишуа собрал этих людей и учил. Это очень большое пространное место. И если захотеть, можно посадить там великое множество людей. Но те, которые хотели услышать и научиться, не те, у которых в одно ухо входит и с другого выходит. А те, которые действительно хотели научиться, пришли к Ишуа и хотели понять его лучше. И потом мы видим, что где-то 8-9 раз Ишуа начинает свое учение со слов «блаженный». Блаженный, счастливый. Счастливый, благословенный. И потом он делает ударения на различные состояния человека. Состояние человека. Кто-то, кто чувствует себя в депрессии, также к тем, которые ищут правды. Также к праведникам, которые хотят стоять в правде Божьей. Также который миротворцы, как Джошуа сегодня говорил про евреев и арабов. есть люди с различными состояниями души. И Иешуа обращается ко всем. Но нам нужно понять, что сегодня ты находишься в одном состоянии, а, скорее всего, что завтра ты будешь в другом, в другом состоянии. Потому что жизнь очень динамична. И сегодня мы видим, что Он обещает различные вещи людям в разных состояниях. Но поймите одну вещь. Когда ты, если сейчас ты рад, или сейчас ты находишься в трауре, или ты сейчас ищешь истины, это не значит, что завтра, или через неделю, или через два месяца ты будешь в таком же состоянии. Но есть вечность в тех словах, которые Иешуа произнес здесь. Что-то очень тяжелое, что Он провозглашает. Когда мы смотрим и толкуем эти места Писания в том, что говорится сейчас, в актуальном смысле этого слова, ты можешь получить одно послание, но я думаю, что нам стоит немного углубиться и смотреть на то, что Он намекает здесь. Потому что здесь есть очень сильные слова. И в конце этих провозглашений Иешуа говорит, если ты принимаешь это, тогда ты будешь как царь, как соль в этом мире. Или ты будешь как свеча, которая стоит на столе. Или ты как город, стоящий наверху горы. То есть ты будешь влиять. Смотрите, если мы принимаем эту истину с этих мест Писания, это значит, что мы достаточно зрелые. И у нас наша жизнь имеет смысл. Она как соль для этого мира. И там, где ты находишься, ты просто благословляешь людей. Или люди смотрят на тебя и хотят получить что-то от тебя. Можно евангелизировать. Можно выйти на улицу. Взять несколько флайеров. Раздать их людям. И все, ты проевангелизировал. Это все так просто. Но есть что-то другое. Когда ты наполнил чем-то важным от Бога, тогда люди, которые приближаются к тебе, они от тебя получают теплоту. Тебе не нужно за ними бегать. Они будут за тобой бегать. Это то, о чем написано в Святых Писаниях, что пришло время что придут к тебе десять человек и скажут «Я возьму и закрай одежды твоей, потому что с тобой Бог». И написано в другом месте, что ты будешь провозглашать слово Господне среди Израиля, язычников, среди друзей или врагов, и тебя будут слушать. Что-то будет внутри тебя. И здесь давайте посмотрим. Еще то, что я хотела сказать до того, как мы будем читать про все эти блаженства. Те, которые пытаются быть слишком точными в значении каждого слова из Божьего Слова. Возможно, вам даже не нужно здесь сидеть. Потому что я не люблю точность. Например, я помню, как несколько человек поссорились из-за одного слова. В Святых Писаниях было написано «Царство Божье и Царство Небесное». В одном месте написано «Царство Небесное», в другом месте написано «Божье Царство». И люди спорили, что это значит одно, а то другое. И один сказал «Нет, это так». Другой спорил с ним и говорил, что это по-другому. Святые Писания иногда преподают нам одно и то же послание, но на другом языке или в других выражениях. Иногда говорят о грехе. Иногда говорят о проклятии. Иногда говорят о тьме. Это зависит от того, в каком состоянии ты находишься. Это то, что Иешуа пытается дать нам. И если ты услышишь это слово по-другому, а ты по-другому, то здесь все нормально, нет проблем. Самое главное, чтобы плод был хорошим. Самое главное, чтобы твое сердце стало более зрелым. чтобы ты был открытым для того, чтобы видеть Бога во всех уголках мира. И чтобы твое стремление к правде было сильным. И давайте мы посмотрим на эти слова. Третий стих. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Слово Блаженны непростое. И в Святых Писаниях написано благословенные люди, благословенные рабы твои, стоящие перед тобою всегда. И Слово Блаженны, оно очень широкое. Это не только те, которые почувствовали, как будто Бог обнимает их. Это люди, которые получили удовлетворение в своем поиске. Или у тебя был какой-то вопрос, и вдруг ты почувствуешь правильное направление. Или вдруг ты был зависим от чего-то и получил освобождение. Блаженны или счастливы, это очень широкое слово. И Бог говорит, что я хочу дать вам это счастье, это блаженство. И выражение такое читал, что те, которые стоят перед Богом, они благословенны. Или благословенные рабы твои. Если ты в какой-то период своей жизни понимаешь, что ты свое желание готов отдать, и чтобы Бог действовал в своей воле, ты вдруг становишься рабом Бога. Это не простое слово. Написано про отца нашего Авраама, что который начал как друг Божий, но закончил как раб Божий. Потому что другу нельзя сказать «Принеси в жертву своего сына». Но рабу можно. И я думаю, что Господь хочет говорить нам. И мы сегодня уже слышали про то, что мы живем в последние дни. Что-то, какой-то конец приближается. И Бог хочет, чтобы мы зависели от Него. Счастливы рабы твои. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Нищие духом. Что значит нищие духом? На русском есть такое слово «Бедняга», «Бедняга». «Бедняга». И, может быть, вы знаете, когда в Советском Союзе возле церквей стояли такие люди, и ты даже не уверен был, хочешь ли ты к ним приближаться. Такой закрытый человек, бедняга, действительно. Может быть, ему кусочек хлеба кто-то поднесет. Об этом ли говорят Святые Писания? Об этом говорят Святые Писания? Что ты такой вот униженный, бедный человек. Такой глупый. Что тобой все пренебрегают. Или ты отключил себя от всего, и ты зависим. Не очень просто истолковать то, что здесь написано. И слово «нищий духом» нуждается в более широком сознании. Я тут не думаю, что говорится о человеке, который бедный и несчастный в своей жизни. Но даже если мы просто истолкуем это место, если Ишуа обещает здесь, что если человек был такой униженный и бедный, тогда в один день придет к нему благословение. Потому что Бог возместит ему за все страдания, которые он прожил в своей жизни. Но я хочу углубиться здесь и поговорить о чем-то другом. Иногда мы проходим непростое время. И внешне все выглядит нормально. Человек работает на нормальной работе, нормально зарабатывает, все у него вроде неплохо. и в семье как бы все хорошо. Дети в порядке, все хорошо. Но вдруг на тебя нападает что-то, что на тебя нападает что-то, что ты чувствуешь себя в депрессии, что ты сломлен, и что ты просто потерял интерес к жизни. Иногда у кого есть такие состояния в жизни? Вдруг ты чувствуешь себя оставленным. И вроде бы у тебя все есть. Или вроде бы все неплохо. Тебе это не хочется быть Ротшильдом, тебе не важно. Но даже то, что у тебя есть, ты теряешь интерес ко всему. Мы знаем такое состояние. И в это время все, что у нас есть, мы начинаем думать, что это ничего. И может быть, именно в это время ты больше всего открыт для того, чтобы привилегиться к Богу. Подумайте, не это ли послание Йом-Кипура? Когда человек смиряет свою душу в посте. И не послание ли это о Суккоте? Когда ты чувствуешь себя, как этот слабый на слабый шалаш. И ты понимаешь, что все зависит только от Бога. И возможно, ты достиг чего-то и что-то у тебя есть, но все это ничего. Твое завтра зависит только от Его руки. О чем я говорю? Я говорю, что иногда, когда мы читаем слово блаженный нищий духом, это не твое постоянное состояние, но это состояние, когда ты выбираешь быть нищим духом. Когда ты готов отойти от всех. Возможно, не физически, но душевно. И обнулить всю твою систему. обнулить всю твою систему и сказать, я каюсь перед тобой, Господь. Я возвращаюсь к тебе. Помните проповедь неделю назад? Вернуться в дни юности. Вернуться в прошлое. в то время, когда ты уже взрослый человек. Спасибо. У меня то же самое. Не быть опять подростком. Но в то время, когда ты уже взрослый человек, принять решение. для того, чтобы сказать всему, что у тебя есть, я готов отдалиться для того, чтобы приблизиться к Богу. Я знаю, что не все меня понимают. Но я знаю, что есть люди, которые, да, меня понимают. Потому что когда ты хочешь быть зрелым, когда ты жаждешь Бога, ты понимаешь очень хорошо, что не твои дела могут привести тебя в это место. Но твой выбор. И сегодня Дима много раз говорил выбор, прими решение, сделай выбор. Написано про Ишуа, что у него было все. но он выбрал для себя унизиться до смерти. Я часто говорил про сжатие. Кто помнит слово сжатие? Он сжал себя. Это немножко каббалистическое выражение. И в Кабале часто говорят о том, что Бог сжал себя и дал место другим. Но это выражение Нового Завета. потому что про Ишуа Мессию, Сына Божьего написано, что он унизил себя. Это был его выбор. Это не произошло случайно. Но он выбрал этот путь для тебя и для меня. Так здесь в Нагорной проповеди он обращается к своим ученикам и он говорит, есть нищие бедные, нищие духом. И вы можете увидеть их и Бог заботится о них и помилует их. Но если вы хотите стать светом миру, то иногда вам нужно внутри себя принять решение быть нищим духом. Всегда вы не сможете так постоянно жить. Но иногда вам нужно сказать всему вокруг. Меня больше не интересует все, что вокруг меня. Я хочу приблизиться к тебе, Господь. И что-то подобное этому мы читаем в Торе. Когда там есть учения про монахов. Когда они решали для себя отдалиться от всего. для того, чтобы приблизиться к Богу. И Ишуа говорит, что они наследуют Царство Небесное. Где мы можем видеть на практике эту вещь? Они не дадут вам несколько примеров из Святых Писаний, когда кто-то принял решение обык нищим духом просто другими словами. Например, в книге Мазак Коэлет, в книге Эклисиаст, помните книгу Эклисиаста? Ее написал Соломон. Самый мудрый человек. И вся сила была в его руках. Но один день он пишет, что все суета. А Соломон не был депрессивным человеком. У него были все возможности в этом мире и вся инициатива. Но он говорит все суета. Счастье богатство или бедность. Сила или слабость. Успех или провал. Он говорит все это суета. И он пытается отдалиться. Если вы очень тщательно будете изучать книгу экклесиаста, то вы поймете, что он говорит, что все в руках Бога. И что большое благословение узнать его. Другой пример. Рав Шауль. Кто-то может сказать про апостола Павла, что это был депрессивный человек. Иногда может быть когда он в тюрьме сидит. Каждый кто высадит в тюрьму немножко впадает в депрессию. Но Рав Шауль был инициативным человеком. И вдруг он пишет в послании Коринфянам что все что у нас есть это прах. А что это часть частично мы пророчествуем частично мы знаем частично мы понимаем но только любовь а Бог есть любовь это совершенство и мы будем стремиться к нему. И он передает нам тоже послание если вы принимаете решение делайте выбор и иногда останавливаете свое дыхание и останавливаете свою деятельность и становитесь такими нищими духом тогда вы да можете приблизиться к Богу и в награду вы можете получить Царство Небесное что значит Царство Небесное в простом понимании это будущее которое будет у вас в Небесном управлении в гармонии все будет хорошо но на сегодняшний день ты почувствуешь внутри себя что Бог приближается к тебе кто из нас молится Господь приблизься ко мне Господь приблизься ко и иногда мы не очень чувствуем это приближение почему ответ прост потому что мы не очень сильно стремимся к тому чтобы быть нищим и духом ты хочешь чтобы Царство Небесное приблизилось к тебе тогда прими это решение четвертый стих блаженный написано здесь плачущие ибо они утешатся в оригинальном слове не плачущие а блаженные те которые в трауре скорбящие кто скорбит когда кто-то потерял кого-то своих близких и скорее всего те люди которые были вокруг Ишуа среди них были люди и он обращался к ним он говорил что между вами есть скорбящие и Бог утешит вас утешение милость утешение возможно это случайно но я случайности не очень верю но на горе блаженств там где Ишуа дал эту проповедь через несколько метров там есть есть Капернаум и Капернаум на еврей переводится как место утешения место утешения вы вы будете утешены и он говорит скорбящим что утешение с небес достигнет вас но если мы смотрим немного внутрь вдруг мы видим царя Давида когда он плачет перед Богом и Дима уже говорил о том что когда царь Давид согрешил с Ферсавией и пророк Натан обличил его он сказал о том грехе которые он совершил перед Богом и мы видим что в один из псалмов которые Давид написал что он плачет перед Богом и он говорит только перед тобой я согрешил и не отними от меня духа твоего и вдруг мы здесь видим этот намек на скорбь здесь я хочу сказать нам несколько слов когда человек каяться и когда человек начинает идти за Богом и все живо и свежо в его жизни он боится произнести дурное слово он на кого-то косо боится посмотреть потому что он находится в страхе Божьем и он действительно пытается идти этим прямым путем и отвергнуть от себя всякий грех но когда ты привыкаешь к данной тебе благодати вдруг ты начинаешь быть более свободным и ты более свободный в своих словах и более свободный в своих действиях и если бы ты так поступал в прошлой жизни то ты бы уже согрешил но здесь ты уже чувствуешь да Божья милость злилась на меня но здесь нам нужно вернуться в то прошлое состояние вернуться в дни юности нашей но не становиться опять младенцами но как зрелые верующие принять решение и вернуться в то прошлое место где решением своим ты не произносишь дурного слова или плохого взгляда и тогда как ответ с небес мы принимаем утешение с небес и излияние святого духа и здесь слово утешение не будет как просто утешение но как утешитель помните неделю назад мы изучали из Иоанна 14 главы когда Ишуа говорит что я уйду от вас но я пошлю утешителя и дам вам дух с небес который поведет вас к утешению сегодня я не хочу углубляться в этом мы продолжим изучать все блаженства на следующей неделе но я хочу завершить свое слово одной мыслью которую я хочу чтобы вы запомнили Ишуа сказал давайте вместе прочитаем 13 стих вы соль земли если же соль потеряет силу то чем сделаешь ее соленую она уже ни к чему не годна как раз выбросить ее вон на попрание людям вы свет мира не может укрыться город стоящий наверху горы и зажегши свечу не ставит ее под сосудом но посвечники светит всем в доме можно быть светом мира и раздавать флайеры маленьким светом ты раздал флайеры и убежал с этого места может кто-то прочитает один из десяти тысяч может быть один из ста тысяч и может быть Бог ему через эту истину откроет может быть да но святые писания хотят взять нас в другое место они не хотят чтобы мы всегда оставались детьми в вере он хочет чтобы мы были в таком месте где чувствуют наш вкус как чувствуют соленый вкус он хочет чтобы мы выросли и стали городом который стоит на вершине горы и многие могут увидеть этот город этот цвет но для этого нам иногда нужно умерить свой аппетит умерить свой образ жизни и сказать я хочу сделать шаг назад я хочу отодвинуть удобство вокруг меня для того чтобы приблизиться к Богу я надеюсь что вы что-то приняли я надеюсь что вы меня поняли я хочу помолиться отец наш небесный я молюсь за эту публику я молюсь за каждого человека который ищет тебя я молюсь Господь чтобы дал нам этот аппетит углубиться в тебе найти тебя и есть место где мы решим быть нищим и духом и помоги нам силой Святого Духа понять где мы грешим и где мы делаем неправду чтобы мы шли в страхе Божьем помоги нам в этом особенно с силой твоей которая так близка к нам в это время праздника я молюсь во имя Ишо Мессии Амин Амин